приветствую все зрители моего канала меня зовут марина и в этом видео я хочу показать вам мой процесс вышивки набора от милхилл вот так у нас выглядит обложка артикул 1305 holiday stocking размер будет 13 3 на 13 3 сантиметра я делала обзор и подготовку к этому набору к вышивке этого набора в верхнем правом углу выезжает ссылка можно там все в подробностях посмотреть а сейчас расскажу свои первые впечатления от непосредственно уже процесса вышивки как вы видите уже немножко у меня вышита я ожидала что вот эту вот мою боковую натяжку талины на перфорированные бумаги раскритикую но понравилось наоборот за люхты прикольно она меня не подводит то есть ни одна вот эта вот штучка не отцепилась не прорвалась слава богу то есть никаких с ней не было неприятных ситуаций но в общем и целом вот я могу сейчас показать давайте я приближу да будет проще вот могу показать что сейчас у меня вышито я уже несколько дней работаю над данной вышивкой и что его могу сказать первое с чем я столкнулась что было для меня неожиданным это то что бисер как оказывается вышивается не в не поверх уже вышитых крестиков а вышивается в пустых местах то есть остаются не зашитые места для того чтобы потом пришить туда бисер вот здесь вот видите на носочки сверху мы видим дырочки там будут бисеринки и в ключе эти бисеринки обозначены такими же абсолютно значками как сами крестики сейчас я вам найду инструкцию для того чтобы показать вам это на вот на ключе да то есть смотрите у нас вы ключи идет отдельно да вот мы видим это у нас нитки видите cross stitch вот у нас идет бисер но значки точно такие же вот черненькие да не обозначены там например крестики у нас обозначены только значками там например бисеринки у нас обозначены только циферками да там 1 2 3 4 5 и так далее нет такого то есть когда ты вышиваешь ты не понимаешь какой значок у тебя крестик а какой бисеринка что вы понимали например я начинаю от центра и там значок грубо говоря там кружочек я вышила этот кружочек как мы обычно делаем вот насколько там походила влево вправо вверх вниз все кружочек вышит я закрепила нитку и смотрю что рядом с кружочком квадратик я включу а это бисеринки думаю так хорошо что еще рядом треугольничек я включу а это бисеринка еще рядом палочка я включу а эта бисеринка это настолько выносила мозг это просто было что-то с чем-то я я не могла я так путалась вот это вот все отсчитывание это было очень сложно и уже выше в большую часть вот того что вы сейчас видите подсказала мне слава богу я пожаловалась на судьбу аленки вдохновение и она горит а ты выдели бисер на схеме и это было спасительной палочкой выручалочка и такое и сейчас вот так у меня выглядит схема все что вы видите желтым маркером это будущий бисер все что не выделено это непосредственно крестики вот то есть видите вот вся елочка в бисере полностью вот тут вот все в бисере то есть понимаете она настолько все чередуется что очень сложно вот эти вот значки как-то выделить в процессе вышивки именно зрительно до запомнить что у нас там 8 значков бисера или сколько всех их сразу запомнить и уже не брать во внимание при вышивке крестиков но вот это просто было гениально и настолько мне легче стало жить и сейчас я в процессе вышивки непосредственно крестиков что я вам могу сказать я не думала что это будет так но это действительно так не знаю с чем это связано но мне ужасно скучно вышивать эту работу я вот наверное самая красивая в ней и самую ту ее весь ее шармы и вся ее прелесть проявится именно после того как будут пришиваться вот в эти вот свободные места бисеринки но пока я не могу сказать что я получаю от нее какого-то огромного удовольствия и также я столкнулась еще с одной сложностью это закрепка нити в начале это перфорированная бумага я привыкла закреплять нитку всегда в своей практике микро стежком на лице то есть я уже вышла так несколько больших работ и у меня это настолько уже доведено до автоматизма что я просто беру иголку вкалываю ее вот туда оставляю на лице хвостик держу его и понимаю так и что мне дальше с тобой делать я опять вынимаю с изнанки вывожу на лицо иголку и я не придумала ничего лучше кроме как держать этот хвостик в на обратной стороне то есть вот я иголку да вот тут держу пальцами этот хвостик несколько крестиков прохожусь зашивают хвостик и вот таким образом не очень мне нравится это мне этот метод но еще меньше мне нравится метод вышивки и складывания нитки вдвое и закрепки петелькой потому что получается очень очень маленькая нитка иногда я тоже так делаю когда я вижу что совсем там несколько крестиков мне нужно сделать ну в общем мне не очень нравится крутить раму я уже от этого отвыкла и мне не нравятся короткие нитки поэтому я держу эти хвостики или же если я где-то рядом где-то рядом есть зашитый участок я могу под стежками на изнанке как-то чуть-чуть закрепить чтобы не держать руками и потом дальше вышивать изнанка выглядит не знаю сильно страшно выглядит изнанка или нет ну в общем то не очень но я уже отвыкла вот от этого коврика видите здесь в разные стороны торчат нитки я вот от такого уже отвыкла потому что при вышивке при закрепке нити микро стежком вот этого всего добра нет этих ниточек но здесь как вы закреплять лучше я не придумала в начале а в конце закрепляется под стежками на лице на лицевой стороне стороне и вот тут вы видите биндер я под него засовываю схему так вот схему сбоку в общем то продвигается конечно очень медленно этот процесс у меня здесь в самом сапоге если не брать во внимание этот подарочек остался один цвет ну просто нужно садиться каждый день это же иногда не его одного вышиваю вот этот вот набор а чередую со своими ирисами потому что его одного получается вышивать так ну вот скучновато и даже выделенные вот эти значки они все равно меня сбивают немножко дезориентируют так потому что я привыкла зачеркивать все черным маркером мне когда-то горели вот зачем ты зачеркиваешься черным маркером это так ужасно зачеркивай как все там желтеньким розовеньким зелененьким ну для меня вот выделенные вот этим вот желтым крестики они все равно не зачеркнутые то есть они именно выделенные но я их вижу то есть если я зачеркиваю черным я уже просто не вижу того что там под этим черным все для меня этих значков этих клеточек уже не существует а вот эти я же все равно продолжаю видеть и как то так ну конечно это все дело привычки но как-то на меня это зрительно очень плохо влияет я уже хочу быстрее добраться до этапа пришивания бисера я так понимаю что это будет не очень просто я вдоль и в поперек прочитала инструкцию к этому набору в общем то так ну предположительно на начальном таком уровне разобралась как что нужно делать и что увидимся с вами в следующий раз наверное когда я уже вышью полностью все крестики и будем с вами приступать к бисеру и магическим образом моя работа уже готовы не готовы крестики на этой вышивке давайте покажу вам поближе что удалось мне на вышивать видите сколько мест еще пооставалось для заполнения их будущим бисером и все это мне предстоит делать и посмотрите как это выглядит на схеме вот так то есть остался только вот этот вот не пришитый бисер везде я в принципе уже как делать вот эти вот всякие декоративные бисерные швы типа бантиков и чего-то нужно будет еще делать с этим я еще конкретно не разбиралась но как пришивать бисер там крестик полукрестиком то понятно там и крестиком я уже в общем то тоже как-то разобралась поэтому в ближайшее время буду приступать и уже пришивать сюда бисер и так наконец-то я готова поделиться с вами результатами своей работы начинала я эту вышивку 8 сентября закончила ее 1 октября но в общем и целом вышивала я за этот период 13 дней эту работу и в предыдущем кадре вы видели ее якобы полностью готовую к пришиванию бисера и что вы думаете я начала пришивать этот бисер я пришила целый один цвет и тут до меня дошло что я не сделала бэкстич по работе поэтому давайте я сейчас покажу вам фотографию вот как выглядела моя работа без бэкстича вот так она выглядела уже с бэкстичем и с пришитым одним цветом бисера который я успела пришить до того как опомнилась и собственно вот как выглядит моя работа сейчас как это все вам показывать я если честно не знаю здесь огромное количество бисера вот здесь в елочке вы их видите вот эти маленькие зелененькие бисеринки вот есть крупные белые есть крупные красные и есть маленькие зелененькие их там реально очень много конечно меня поразила разница между бисером десяткой вот этим вот и вот этим маленьким аппетитом на камере они как-то еще кажутся ну не что не такая какая-то между ними огромная разница на самом деле разница действительно огромная хоть бы вам сейчас хорошо передавался весь этот бисер вот смотрите видите какое все объемное получается могу сказать что основное удовольствие там 95 процентов удовольствия от этой работы я получила именно во время пришивания бисера конечно бисер это было самое классное несмотря на то что пришивала я его целый день потому что его здесь очень много бисер который пришивается крестиком сначала мне нужно было наловчиться как это делать потом под конец я уже это делала с легкостью можно сказать вызвала у меня небольшое затруднение вот это место вот этот стежок вот видите здесь здесь и то же самое у этого мишки по инструкции это у нас так называемый бит лук вот он вот изображение как делается эта штуковина но я с помощью нескольких своих рукодельных коллег которые пытались прийти мне на помощь по вайберу не смогла разобраться как это все сделать то есть здесь написано что возьмите 6 вот этих бисерин петит красного цвета потом иголку в первую бисерину потом назад ту же самую дырочку все очень красиво написано но как это применить на практике мы так и не смогли придумать поэтому я крутила крутила и знаете как в школе когда ты у кого-то там что-то списываешь или переписываешь и там какая-то непонятная закорлючка ты вместо того чтобы пытаться разобрать что это такое просто изображая что-то очень похожее вот у меня здесь по такому же точно принципу я изобразила что-то очень похожее мне кажется получилось неплохо и вот эти вот подвесные конструкции я все-таки закрепила не у меня не совсем свободно свисают чтобы как-то так форму держали в общем и целом мне работа очень понравилась и сейчас мы можем рассмотреть по краю последствия того что эта работа была закреплена боковой натяжкой видите здесь в одном только месте вот я увидела несколько царапинок вот сейчас и хорошо видно это это не дырки это просто царапины я сейчас вижу не знаю может вам кажется что то но это просто откололась краска то есть это не сквозные дыры в принципе во всех остальных местах абсолютно нормально себя чувствуют вот это вот бумага перфорированная то есть она никоим образом вообще не пострадала хотя кто не помнит хотя я думаю что все помнят было у меня все это закреплено вот такой вот боковой натяжкой такими металлическими страшными казалось бы штуковинами так сейчас снимем одну вот такими крокодильчиками с зубчиками металлическими вот сейчас хорошо видно но в общем то это никак плохо не сказалось на перфорированной бумаге так что если буду вышивать еще какие-то такие работы с вот именно большие такие не маленькие вот эти вот игрушечки а что-то такого формата то скорее всего буду тоже использовать такой метод очень мне понравилось что не надо было во время всего процесса держать это все в руках и давайте сейчас покажу что осталось по бисеру по ниткам вообще материалов осталось очень много у меня осталось еще много ниток то есть все цвета абсолютно все цвета есть один перекрутился эти то есть нитки вообще не было угрозы что какая-то нитка закончится и также осталось очень большое количество бисера этот вот светлый в принципе мне кажется что бисера может еще и на второй отшив хватить не знаю как насчет от этого белого но всего остального мне кажется вполне мелкий вот этот вот красный тоже посмотрите с каким запасом золотой что-то слышал я что-то этот victorian gold очень популярный в наборах мелхил так что будет у меня здорово что я сразу разобрала весь бисер что сейчас не надо заниматься этой неблагодарной работой очень много вот этого вот такого синего фиолетового очень красиво а мне жалко что его в работе было очень мало я так ждала его вот здесь он в шарике в подарочки и вот тут еще совсем немножко в шарике я бы хотела им побольше повышевать и очень много осталось вот этого 02 075 очень он красивый и вот этот просто потрясающе красивый цвет я в него влюбилась вот этот пайн грин он видите каким-то отливает прямо чуть не металликом таким хотя он просто прозрачный с окрашиванием сверху куда то есть там нет никакой металлизированной серединке но смотрится он посмотрите как он классно смотрится вот он я его как пришила это это такое удовольствие было вот здесь вот тоже он в уголке тоже к сожалению не так много его пришивается и больше всего осталось вот этого бисера 42 037 посмотрите его просто такое ощущение что я его и не трогала этот бисер его море то есть тут вот этого конкретного номера хватит не на один отшифа наверно штук на 5 потому что несмотря на то что его используется много но его и дали очень много но посмотрите серьезно так что будет мне для следующих работ еще целая куча бисера и вообще просто на будущее и то где держалась сама пуговка я вам говорила что пуговка держится просто намертво действительно я ее еле вон видите с бумагой оторвала и пришила как было сказано в инструкции просто два раза эту вот дырочку прошила в общем то я осталась очень довольна да я рассказывала вам в предыдущих частях видео что я уже просто скучаю над этой работой действительно вот эта вышивка этих крестиков это было как-то такое немножко тягомотина для меня но пришивание бисера и готовый результат мне очень нравится я надеюсь что вам камера сейчас хотя бы что то передает потому что я сейчас смотрю вот в данный момент на эту работу без без камеры на просто обычно смотрю и у меня прямо то что я вижу какой-то вызывает восторг хотя казалось бы да маленькая такая вот работка да размером с ну считайте две ладони там но она действительно выглядит очень красиво и этот разнокалиберный бисер и вот тут видите у нас на вот этой конфетке здесь и бэкстич и здесь же вот эти вот маленькие крестом пришивающиеся бисеринки все мне здесь понравилось я теперь могу официально сказать вы помните как я видео к подготовке к этой работе вот в предыдущем видео по этой работе я говорила что вот как я боюсь как мне страшно как это все ужасно сейчас я уже не боюсь мелхила и всем советую нечего там бояться вы просто последовательно делаете то что сказано в инструкции и все то есть оно смотрится знаете вот таким вот многослойным то есть ты вот смотришь на эту елку и думаешь да ну вы что тут и такой бисер и сякой бисер и там крестики такие сякие и вообще все знаете вот создается впечатление что все одно на одном вот одно потом на нем еще одно на нем еще одно на самом деле это же все делается слоями то есть вот так вот последовательно последовательно и ничего в этом страшного нет абсолютно поэтому я теперь с большим нетерпением жду когда приступлю к следующим набором мелхилл и у меня их еще четыре штуки и думаю что это будет прям в ближайшем будущем я на следующей неделе еду в такую небольшую поездку на четыре дня и я думаю что как раз возьму я какой-то наборчик мелхилл с собой если будет время там где-то по вечерам повышевать то повышеваю именно вот набор мелхилл каким образом я вышивала пришивала сам бисер то есть я сначала как-то его хотела там в какие-то контейнеры и потом я себе прицепила маленький кусочек этой ленты тоже чтобы на него цеплять потом я поняла что проще всего для меня это высыпать его на стол вот так вот между несколькими пальцами там между двумя пальцами зажимать несколько бисеринок и все просто пришивать потому что ты же тут вышиваешь одним цветом да то есть ты берешь какой-то участок и почесал одним цветом потому что здесь не получится так как бисером да мы берем просто белую нитку пришиваем на нее там грубо говоря розовую там какую-нибудь синюю зеленую желтую бисерину все одной ниткой здесь система немножко другая ты берешь определенную нитку там грубо говоря светло зеленую и светло зеленой ниткой ты пришиваешь там зеленый бисер соответственно у тебя только один бисер в процессе не это спокойно им пользуешься это очень удобно и опять же повторюсь я очень рада что я изначально просидела и разобрала весь этот бисер сейчас мне этим не нужно заниматься и в процессе это конечно упрощала все дело так что в будущих наборах я тоже буду так делать возможно даже вот выберу какой я собой возьму набор в поездку и сразу дома разберу там бисер чтобы не делать это где-то в поезде не дай бог или еще там где-то чтобы у меня уже все было готово и я дождалась немножко хотя бы нашего осеннего солнышка для того чтобы показать вам поближе как мерцает бисер но конечно это ничто в сравнению с тем когда вы видите это своими глазами я поняла почему многие так любят наборы мелхилл я думаю что с недавнего времени я уже несколько дней как тоже являюсь поклонницей этих наборов ну что на этом данная конкретная история окончена все закончилось хорошо у нас хэппи энд набор вышед и более того у нас прям двойной хэппи энд потому что к этому новому году эта работа будет обязательно оформлена я пойду в багетную мастерскую закажу для нее какую-то такую маленькую рамочку чтобы она хорошо подходила под работу родную рамку не буду покупать мелхилл это прям вообще она стоит как как говорит моя подруга алена как чугунный мост поэтому я себе закажу красивенькую рамочку в багетной мастерской и возможно будет еще лучше и и дешевле и в ближайшем времени будут еще еще и еще наборы мелхилл у меня хочу четыре штуки и теперь у меня большой соблазн все это сделать потому что я поняла что ничего такого сложного здесь нет посмотрите какой-то викториан голд мерцает так что спасибо всем огромное за поддержку всем кто говорил что все будет хорошо не бойся там почему ты так не веришь свои силы оказалось что действительно ничего сложного в этом нет вот сейчас как раз хорошо можно вот эти вот зелененькие мелкие бисеринки рассмотреть ну и конечно звезда красота спасибо еще раз большое всем за внимание за поддержку удачи вам и творческих успехов пока